Вы знаете, как можно решить ваши задачи быстрее, проще, эффективнее. И вы можете рассказать об этом своему потенциальному клиенту. Вы можете провести ежемесячный или ежеквартальный обзор, рассказать, что происходит на рынке, рассказать, какие новинки появляются, какие появились конкуренты, какие ушли, как можно сделать работу хорошо и быстро. Сделать такой ежемесячный или ежеквартальный обзор, отправить его своему клиенту, и он с благодарностью его прочитает и, когда дело дойдет до принятия решения, воспользуется данными из этого обзора. Вторым способом экспертного касания может быть рассылка собственных статей. Если вы не пишете в журнал, это не обозначает, что вам нечем поделиться. Все, что вы рассказываете своим потенциальным клиентам, может быть зафиксировано в письменном виде. Все, что вы рассказываете своим сотрудникам, может быть зафиксировано. Вы можете рассказать не только о том, как вы продаете, не только о том, как нужно делать свою работу хорошо, не только о том, как пользоваться вашим продуктом. Вы можете рассказать о том, как экономить рабочее время, как сделать свою работу быстрее, проще, эффективнее, как пользоваться приложениями и рассказать об этом своему клиенту с определенной периодичностью. Такие советы воспринимаются хорошо, такие советы характеризуют вас как эксперта. И когда доходит дело до покупки, клиент уже знает, к кому обратиться. Вторая группа касаний – это бизнес касаний. Клиент ваш потенциальный, кроме того, что отвечает за приобретение вашего продукта, еще делает кучу других дел и тратит на это свое время, свои ресурсы, свои силы. Если вы выступите добровольным помощником в решении этих задач вашего клиента, то он с благодарностью принимает такую помощь. Например, так поступают веб-студии, когда оценивают состояние сайта или состояние системы продаж, или работу колл-центра, или работу продажников. Они позвонили, прослушали ответы, составили обзор, прислали начальнику, сказали «Здравствуйте, посмотрите, что у вас происходит. Вот у вас такие проблемы, вот у вас может быть такое решение». Хороший способ – проверить грамотность текстов на сайте. Посмотрите, пожалуйста, у вас на сайте вот такие вот ошибки. Проверить форму отправки заявки, как она работает. Клиенты принимают такие предложения и такую помощь. Вторая группа еще среди бизнес касаний. В бизнес касаниях вы можете обменяться своими контактами. У вас есть поставщики, у вас есть проверенные исполнители ваших задач, у вас есть нужные люди, которых вы искали долго. Кто знает, может ваш потенциальный клиент тоже ищет такого человека, тоже ищет такого поставщика. Пожалуйста, составьте небольшое описание, небольшой обзор ваших поставщиков, ваших подрядчиков и скажите, и поделитесь со своими потенциальными клиентами. Часто наши потенциальные клиенты обращались к нашим же поставщикам, а наши поставщики были благодарны за то, что мы подгоняли им новых клиентов. Таким образом, вы двух зайцев убиваете. Третья группа – развлечения. Мы поговорили о том, что клиент работает, сложно, напряженно, он хочет отдыхать. Помогите ему отдохнуть, помогите ему восстановиться. Ничто не мешает вам составить краткую подборку отраслевого юмора. Анекдоты, карикатуры, смешные истории, истории из вашей личной жизни. Пришлите клиенту по пятницам, помогите ему встретить хорошо выходные. Если возникают трудности с подбором хороших и смешных фактов, небанальных, вовлеките в это свою команду. Пожалуйста, решение общей задачи по поиску веселых отраслевых примеров очень сплачивает коллектив. Из развлекательных касаний у вас есть большая группа поздравлений. Поздравлять можно со всем чем угодно, но давайте сразу же вычеркнем первый Новый год, 23 февраля, 8 марта, чтобы не быть банальными и не затеряться в общей волне поздравлений. Кроме государственных и отраслевых профессиональных праздников, у вас есть масса негосударственных праздников. День русского языка, день борьбы со спам-рассылками, день книг. Поздравьте человека тогда, когда он этого не ожидает. Отправьте интересную веселую открытку, которую вы сами закажете у дизайнера. Отправьте хороший текст, который напишет талантливый копирайтер. И люди будут подписываться на ваши рассылки и будут ждать следующий негосударственный праздник. Продолжение следует...